Поэтому я считаю, что когда этот аспект распадется, это будет в декабре месяце. Станет легче. А до декабря будет очень просто. Жестокость людей с неразвитой эмоциональностью. С неразвитым сердцем. Вот Путин есть ярко важная черта, но она есть, оказывается, у всех политиков и на Западе. Они не умеют признавать свои ошибки. Я думаю, что ситуация сейчас сложнее. Полагаю, что для России просто нет идей, военно которой поднимается. Колечко, колечко, выйдя на крылечко. А потом незаметненько тихенький, который вообще никто сейчас серьезно принимает, но который близко к власти. Он наверху уже, но его еще не знают. То есть, на него его знают, но на него еще не обращают внимания. Кто он такой? Что от него ждет? Вот тут есть такая ситуация. Неизбежность, скажем так, увеличения свободы. Россия, ну вот мы сейчас будем сначала, так сказать, не разгребать свое дерьмо, а просто обнаружить. До 25. Редактор субтитров А.Семкин момент, наверное, тоже самое. Все-таки, что касается вот этих всех политических схематозов. Понимаете, это все было бы, так знаете, можно было бы на это смотреть так с каким-то, может быть, даже и пониманием, но мы же видим, каким результатом это приводит. Длится конфликт. Чем дольше он продлится, тем больше погибнут людей. Политики решают свои задачи. То есть, вот можно просто сделать распечатку, кто в какую игру играет. Люди этого не понимают в основном. Вот, ну, просто в силу отсутствия критического мышления, о котором мы с вами говорили в прошлом эфире. И мне на это смотреть невыносимо, Михаил Борисович. Люди начинают это понимать. Но я хочу сказать одну вещь. Видите ли, политик – это особое существо. Для того, чтобы стать математиком, надо сдать серию экзаменов. Для того, чтобы стать физиком, надо сдать серию экзамены. Для того, чтобы стать медиком, надо тоже много чему научиться. Для того, чтобы стать серьезным политиком, профессиональным, надо пройти три посвящения. Я считаю, сегодня, по крайней мере, так. Первое посвящение – это посвящение Иуды. Второе посвящение – это посвящение Каина. И третье посвящение – это посвящение Ирода. Сначала надо предать своего учителя. Потом надо убить своего брата. А потом можно переходить к избиению владельцев. Это раз. И во-вторых, политик, вот у Путина есть ярко важная черта, но она есть, оказывается, у всех политиков и на Западе. Они не умеют признавать своих ошибок. И просто не умеют. Они категорически не желают признавать своих ошибок. Они всегда правы. Мы не сделали ни одной ошибки, сказал очень известный политический персонаж. Вот. Так другие так не говорят. Но все эти Лиза Траст, там еще кто-то, я уже не помню, правильно ли я называю ее, так сказать, имя отчество. Они... Ни один из них не готов сказать, что вот здесь я ошибся. Понимаете? Ну, Лиз Траст сменила Джонсона, который наошибался достаточно за... А он сказал, что он наошиб? ...премьерство. И его, нет, нет, не сказал, но его же убрали, да. Сработало ли все. Они все ошибаются, да. Убирают их другие. Убирают их другие. Мало... Ну, в некоторых... Лиз Траст еще не успел. Но я думаю, у него все впереди. Я не помню. Вот это знаменитая ситуация, когда проигрывал, бывали, так сказать, в момент тяжелого поражения, провала, командующий, там, скажем, полковник, мог пустить себе пули в лоб. Были такие случаи, когда кончал с собой, если оказывался в очень тяжелой ситуации, он чувствовал, что его вина, что его полк, кстати, оказался в окружении. Вы давно видели таких генералов? Политик, который бы сказал, что вот да, я сделал большой ошибок. Даже Сталин, по всей своей жестокости, он все-таки признал эту ошибку. Признал, что они... Уже после войны он сказал, что... Была эта фраза, я не помню точно в том смысле, что народ мог бы нас то ли прогнать, то ли еще что-то сказать такое вот за этим. Он понимал. Другие категорические, вот это правила игры. Если ты принял решение, ты должен додавить его до конца. Начинают с компромиссии переговора о троливаре, все должны сохранить лицо, но с собственным народом никто больше не переговаривает уже. Это они между собой, в своей компанией играют по своим правилам. Так что вся эта сентиментальность и все это прочее, на самом деле за этим стоит жестокость людей с неразвитой эмоциональностью, с неразвитым сердцем. Только такие люди могут подняться при сегодняшних правилах игры на вершину. И именно поэтому они не устраивают этот небесный центр принятия решения. То есть вот эта эпоха, она должна уйти в прошлое. Я правильно понял? Да. Я вас правильно понял? Да. Я говорю, вот Джонсон поднял тебя, ты шел в его фарватере. Теперь ты должен его предать, как Иуду, чтобы занять его место. Потом убивать будешь потом. Ты убьешь своего брата. Вот то, что сейчас происходит, это, я бы сказал, посвящение Ирода. Последнее посвящение. Но американцы много раз проходили посвящение Ирода. Американские политики. Начиная со Вьетнама, когда в борьбе за демократию было уничтожено 3 миллиона вьетнамцев. Понимаете? 3 миллиона. Против нескольких десятков тысяч американцев. И то американцы получили такой шок бешеный, что несколько десятков тысяч погибло. Их жгли, их бомбили сверху, жгли зунглинопалмом, посыпали какой-то бешеной химией их поля, чтобы не расти растения. Это разве не посвящение Ирода? Правительство начало войну. Но, правда, до этого не дошел, но начал войну Кеннеди. Демократический лидер. Казалось бы, даже хороший человек. Политика – это особая статья. Понимаете? Там надо пройти целую серию посвящений, чтобы добраться дотуда. Вот. Так что… Вы абсолютно правы. Я вот сейчас покопался в памяти, вспомнил даже мерки, которые среди нынешних европейских лидеров, пожалуй, выгляделы наиболее безупречно. Посвящение Ирода-то она прошла. Она же своего шефа, в общем, придала. А, это посвящение Иуды. Иуды, да, да, посвящение Иуды. Ну, молодец. Что касается людей, тот самый философский вопрос, который я вам приберег на конец беседы, потому что я полагаю, что я вас уже устал, достаточно давно работаю, Михаил Борисович. У вас получается? У меня два вопроса осталось, один из них холософский, раз уж мы, так сказать, его обещали. Вот многие люди сейчас говорят, мы смирились, будь что будет. Скажите мне, смирение – это вообще вот добродетель. Иногда ей прикрывают проигрыш в жизненной борьбе, в волевых каких-то конфликтах. То есть вот уходят от борьбы и говорят, мы смирились. Вот в речах Высокого у моих любимых норманов есть кинус, 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 кинус. Злые поступки, злыми зависти, за злою немедленно. Это смирение в следовании своему предназначению. Я буквально вчера писал на эту тему кусок статьи. Называется она «Своеволе и упрямство, послушание и смирение». Я зачитаю только самый конец. Послушание – сознательное проявление силы. Когда слушаются от страха наказания или по другой внешней причине, это механическое исполнение. Истинно послушен тот, кто имеет силу не послушаться, но он сознательно подчиняет своей воле воле старшего. Послушание слабого, беспомощного и непослушание бессилия. Послушание – это послушание сильного. И тоже можно сказать о смирении. Беспомощность и бессилие – это не смирение. Смиренный может быть только сильный, добровольно отказывающий использовать свою силу и отдающий ее в распоряжение Всевышему. То есть это такая определенная разновидность мужества. Да. Это вовсе не пассивность, это вовсе не нашего… Вот это вот, знаете, есть политологический термин «вылученная беспомощность». Вот это не смирение, ребята. Дрессированная беспомощность. Это не смирение, это бессилие. Это Фром называет садомазохистским комплексом. В политическом смысле он не в таком сексуальном, а именно в политическом. Когда мазохистская составляющая, так сказать, простой человек отдает свою волю, право руководить своей жизнью, отдает государству, отказываясь от ответственности за свою жизнь, за свои поступки. Садистская, мазохистская составляющая. Садистская – те, кто пытаются решать за других. Вот он говорит, что современные государства там тоталитарные, все они садомазохистского типа. Я думаю, что ситуация сейчас сложнее. Я полагаю, что для России просто нет идей, воема которой подниматься. Сегодня русский кризис – это не только терпение. Это еще отсутствие идей. Нет идей как таковой. Не за что бороться. Россиянину, русскому человеку, нужна идея. Будет идея – поднимется. Нет идей. Вот сегодняшняя ситуация, как была без идей на Первой мировой войне, там была идея. Но государь-император не смог донести ее до народа. И тогдашние правительства не смогли донести до народа эту идею. Но там-то еще было бешеное противоречие. И сейчас та же самая ситуация, как перед революцией. Огромное количество обиженных, несправедливо обиженных людей, по их пониманию. И малюсенькое, значительно меньше, чем дворянство, прослойки чиновников, номенклатуры. Более того, у них у самих-то идеи нет. У них ничего нет идей, кроме правительства. Что они могут донести до народа? Изображать идею, понимаете? Весь форху с том, человеческая природа такова, что мы взаимодействуем с миром и с другими людьми не на уровне внешнего поведения. Каждый человек транслирует то, что он несет в себе. Вот на том невидимом плане, астральном, эмоциональном, сердечном. Мы транслируем это. Если ты сам не веришь в то, что ты говоришь, то убедить можешь только тех, кто хочет, чтобы их убедили. Если человек внимателен, сердечно чувствителен, не может сегодняшняя элита позвать народ на бой, неспособный. Они сами в это не верят. Ну, народ-то, знаете, он ни во что не... Идей-то у народа нет. Как-то я себе так немножечко нескромно прислал на привилегию говорить, от имени всего народа. Мне просто так кажется. Вот у меня тут комментарий на глаза попался к одному из моих эфиров. Славин Смирнов пишет с аватаром движения за новый социализм. Эта власть все 30 последних лет прекрасно обходилась без народа. А теперь что? За интересы олигархов должен расплачиваться народ, а эти будут дальше жаровать. Да пошли они дальше непечатно. Вот народ... Друзья, прорвемся на пару минуток. Надеюсь, это будет и интересно, и полезно. Специалисты в прогнозировании будущего и мировой цивилизации, в просторечии именуемые футурологами, предполагают, что мир стоит на пороге очередной технологической революции. Ступив в информационную эру, человечество готовится сделать новый шаг в цифровых технологиях, а ожидаемый прорыв в информационных технологиях предполагается, что приведет к полному социальному переустройству на планете. Звучит это может все как-то пафосно, но однако такие прогнозы базируются на вполне очевидных и уже сегодня осязаемых вещах. Во-первых, IT-технологии помогают бизнесу зарабатывать. Не к ночи, помянутый Билл Гейтс, говорил, что если вашего бизнеса нет в интернете, значит и вас нет в бизнесе. Во-вторых, IT-технологии делают жизнь легче и позволяют экономить время. А люди, занятые в IT, много зарабатывают, могут работать удаленно, там неограниченный круг общения, который открывает возможности для самообразования, неограниченного карьерного роста. И хоть в IT с каждым годом приходит все больше и больше специалистов, дефицит кадров там сохраняется. Число вакансий растет быстрее, чем количество кандидатов. В IT вы не привязаны к городу или стране, а уровень зарплаты не зависит от города или региона. Вы можете выбрать работу в крупной международной компании или работать в маленьком стартапе в вашем городе. IT-специалисты нужны практически везде, причем все время появляются новые специальности. Это очень динамичная сфера. А вот неполный список специальностей, которые либо уже есть, либо появятся в ближайшее время. Архитектор виртуальной реальности, сетевой юрист, цифровой лингвист, разработчик нейроинтерфейсов, IT-евангелист, киберследователь, консультант по безопасности личного профиля, дизайнер эмоций, риск-консультант в сфере кибербезопасности, IT-медик, много-много других. Бьюсь об заклад, что развитие IT в ближайшее время будет подобно большому взрыву, тому самому, который породил нашу вселенную. Только этот большой взрыв 2.0 породит вселенную цифровую. Как же не остаться на перроне и не опоздать в этот поезд в будущее? Ответ очевиден. Идите войти. И несмотря на предыдущую профессию, несмотря на возраст и всякие другие такого рода причины, которые заставляют нас неподвижно находиться в любимой вмятине на любимом диване. Постоянные зрители канала знают, что лично я рекомендую учиться в онлайн-школе SkillFactory. И несмотря на распространенную интернет-привычку, по делу и не по делу критиковать все и вся, на независимых ресурсах школы хвалят. Начать свое обучение я рекомендую с курса Python-разработчик. Почему Python? Его легко учить, он очень распространенный, и он может быть задействован где угодно. От работы с базами данных до создания сайтов, игр, приложений и систем рекомендаций. Поэтому Python-исты одни из самых востребованных в мире, а средняя зарплата таких специалистов в России сейчас 140 тысяч рублей. Продолжительность курса 10 месяцев, и он идеально подойдет тому, у кого нет вообще никакого опыта в программировании и в IT. Здесь удобный формат обучения. Можете учиться в свободное от основной работы время и самостоятельно регулировать учебную нагрузку. А детальнее разобраться в любой теме вам помогут менторы курса, опытные программисты, а благодаря большому количеству практики вы сможете легко применять все полученные знания. А теперь внимание! Для этого курса действуют особые условия. Если вы не найдете работу после обучения, вам вернут деньги за курс. У школы свой карьерный центр, который, кстати, при желании помогает выйти и на зарубежный рынок труда. Ссылку на школу SkillFactory и курс Python Разработчик вы найдете в описании к ролику и в первом закрепленном комментарии от канала. А по промокоду Александр Бабылев сможете получить скидку в 45%. В добрый путь, друзья, и помните, время – одна из главных ценностей на сегодня. Не теряйте его на размышления, а начинайте действовать прямо сейчас. Вот народ не понимает. Вот это там ситуация, которая была перед войной, перед Первой мировой войной. Тоже самое ситуация в России. Однозначно. Она повторяется. То же самое. Перед этим пошли бунты крестьянские на юге страны. Мы начали сжечь северие. Сейчас без бунтов обошлось. Но ситуация то же самое. Власть она не обходится без народа. Она сидит на народе, паразитирует. А говорить она с ним не способна, потому что говорить некому. Если хотя бы там была идея, пускай не бог весь какая, но была идея у дворянства, скажем так, хотя бы там пускай это самое православие соводержавая народность. Сейчас ведь вообще ничего нет. Вот эти 20 лет это была попытка вытащить какой-то открытый сундук, вытащить из Нафталина какую-то старенькую идею, помахать ей. Пытались взять все. Ивана Грозного, идея времен Владимира Красного Солнышка, Александра Третьего и Сталина, Ильина. Да, да, все-все-все. Абсолютно. И все оказались непригодны. Но я считаю, что это был великий урок. Это отказ от всех прошлых идей. чтобы попытка вернуться в прошлое оказалась провальной и мы оказались в результате этой попытки. Это великий урок для народа. И больше такого не будет. Больше смотреть в прошлое уже не будем. И когда вот сейчас Меркурий стал директным, пока он статически это еще никуда не движется. Дня не прошло по астрологическим понятиям с точки поворота. То есть года, меньше года. Значит нужно просто года три, чтобы он разогнался. За это время будут творцовые перевороты, будет борьба за власть. Обязательно. Поменяются лидеры. Новый лидер придет. Сначала как всегда бывает, приходит следующий хуже предыдущего. Как в Греции это знаменитая история. Умер тиран, народ радуется, бабка плачет. Ты чего старая плачешь? Тиран же умер. Сколько тиран на своем веку видала, и каждый последующий был хуже, чем предыдущий. Сначала придет тот, кто хуже. Это все так оно было. Троцкий после Ленина, Берия после Сталина, Шелепин после Хрущева, Андропов после... Андропов умный был, самый, может быть, интеллигентный из всей этой компании, но самый жесткий при всем этом, наиболее жестокий. Андропов после Брежнева. И сейчас придет какой-нибудь такой еще жестче. Потом будет состояние каши, размазанности, Зиновьев и Каменев, Валенков, Молотов, Ворошилов и прочее. Некоторая кашеобразность. Вот. А потом, соответственно, Черменко, который вообще был никакой уже совсем, еле доживал, беднягами. А потом придет какой-то незаметненький, про которого вообще никто ничего не ожидал. Сталин. Кто он там был вообще? Секретарь. Секретарша вообще, говорят. Это мы сейчас генеральный секретарь. Дальше секретарь занимался исключительно тем, что секретарской работой занимался. А решали все другие. Вот он сделал должность секретаря важнее, чем должность председателя Верховного Совета. Товарищ Сталин самел. Не заметили. И Хрущев тоже. Смеялись над ним, дураком считали. Вот вылез такой стихенький. И Брежный, в общем, ну его выбрали как среднюю фигуру, которая некуда. А он тихо, спокойно потом всех загнал. Подгорного убрал, Косыгина убрал, того убрал, никак не осталось один Брежный. Потом этот самый Горбачев. Тоже мелкий, незаметный, шедший Фарвард Реандропова, молодого, потому что все помирают, взяли как компромисс. И сначала действительно там Легачев командовал, еще кого-то. А потом тихонько, спокойненько, и он тоже со всеми расправился. По-тихому, да. Но оказался не способен продолжать страну. Наверное, это уже было и невозможно. И сейчас будет тот же самый сценарий. Сначала придет жесткий, потом будет каша, будут все держать друг друг за руки, как в игре колечко-колечко выйдя на крылечко. А потом незаметненько тихий, который вообще никто сейчас серьезно принимает, но который близко к власти. Он наверху уже, но его еще не знают. То есть на него его знают, но на него еще не обращают внимания. Кто он такой, что от него ждет? Вот он и вылезет. Разгоним всех, типа спокойнее. Подвинет и начнет другую линию. Эта линия будет неизбежна. Вот тут есть такая ситуация. Неизбежность, скажем так, увеличения свободы. Горбачев увеличил свободу не потому, что он был такой свободолюбивый, а просто потому, что в той ситуации экономики там была хотя бы экономическая свобода. В той ситуации экономика, несвободная экономика, она уже сама себя разваливала. Это есть такой физический закон, кибернетический закон есть такой. Вот, ограничение свободы выбора сложной системе приходит к гибели этой системы рано или пользу. Так что здесь та же самая ситуация, что нам придется выруливать, придется договариваться, разговаривать, что-то разрешать, что-то пропускать. И постепенно, 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 не сразу, что вы перестроите это дело. Придется зачистить очень много вид, потому что очень много лжи вырежет на поверхность за это время, за ближайшие годы. Вот сейчас ложь за ложью вылезает, вдруг обнаруживает, я уже не говорю про армию, про отношения бизнеса, власти, про все прочее. И когда все это будет вырезать, это придется исправляться. Мы это можем сделать только в кризисе. Поэтому я приветствую санкции. Я голосую за санкции. Я голосую за то, чтобы их не снимали еще 10 лет. Я пишу благодарственное письмо Байдену лично, чтобы он не пускал наших олигархов за границу, чтобы он вводил в санкции против чиновников как можно круче, чтобы они забыли про Запад раз и навсегда и про свои западные эти самые имения виллы, дачи. Не забудут ведь, ну Михаил Борисович, ну не забудут. Нет, чтобы они помнили до самой смерти, а сунутся туда не могли. Вот так вот, чтобы вот за это пускай только тогда, когда нас серьезно зажмут, перестанется саморазрушение экономики. Когда нас зажали, началось импортозамещение. До этого была болтовня про импортозамещение. Вот только тогда, когда зажмут, Россия начинает подниматься. Россия всегда поднималась, начинала активизироваться только в самой критической точке. Когда элита менялась, при той элите, которая привела к этому положению вещей. Она и сменится. Она и сменится. А вот нас многие очень упрекают, прошу прощения, что вас перебиваем, меня упрекают, как ваши упрекающие, что я вас перебиваю, что я вас увожу в историю, в политологию, в политическую аналитику. А не могли бы вы в завершении сегодняшнего эфира дать именно астрологический прогноз наиболее вероятного сценария развития событий, если можно в календарной сетке. То есть самую главную фобию мы с ней разобрались в начале эфира, хотя я лично считаю, что очень высоко вероятно применение фактического ядерного оружия. И Владимир Пастухов со мной согласен, но бог с ним, мы просто не успеем разобрать, почему это... История определяется невероятностями. сопливые 40 тысяч большевичков на фоне огромного популярности эсеров, что они могли сделать? Невероятность истории определяется. Невероятность. Вероятность, она совсем в другом месте работает. Она, может быть, только в рулетке имеет значение. А история определяется другими совсем законами. астрологически я могу сказать, что... Но, опять же, на небе не записан текст. Я читаю астрологические показатели и даю свою интерпретацию, как я понимаю. Почему историк? Да потому что, чтобы увидеть, что будет, надо посмотреть, а как вот этот же показатель, вот он новый. Он у меня еще не встречался, потому что большие цифры. Я лезу в историю и смотрю, как он работал в прошлый раз, позапрошлый раз, когда повторялись. Когда я понимаю закономерность, я тогда начинаю прогнозировать сегодня. Там же к каждому показателю пристегнута своя интерпретация текстик. Текстик вырабатывает астролог. Небо вырабатывает только ритм. А содержание уже понимает астролог. Это и есть интерпретация. Так вот по поводу этого. Я думаю, что сейчас мы находимся примерно в сталинградской ситуации. Опять, чтобы пояснить, я сейчас могу говорить вот так. А астрологические параметры похожи? Нет, вы понимаете, я именно по астрологическим. Я аналоги беру только астрологические, потому что можно с чем угодно говорить. Пожалуйста, соединение, вот сейчас я буду говорить прямо астрологически, соединение урана с восходящим узлом в Тельце. Бывает раз во сколько-то лет. Ну, я не буду видеть далекую историю. Первая ситуация была это начало Крымской войны. очень похожих. Мы пошли в Молдаву, мы думали, что сейчас мы турок разгромим этих сопливых. Потом выяснилось, что, во-первых, у нас нет железных дорог, потому что Конкрин объяснил Николаю Первому, что не надо их строить. Солдатики шли пешком. У них собаки были хреновые, у них оружица была гладкоствольная. Вольная, а не нарезная. Артрончиков не хватало, которые интенданты продавали помещикам для охоты. Много чего не хватало с поставками, бумажные портянки, в общем, ужас такой. А тот английский, мы-то думали, что быстро покончим, а тот английский с французским этот самый корпус экспедиционный. У нас парусные суда с талантливыми, талантливыми полководцами, а у них пароходы. И при всем при том они смогли только хотя бы в нас Севастополь, потому что русские так долго упирали, что дальше уже невозможно. Огромные потери с другой стороны. Второй сценарий аналогичный. Уран делает оборот раз в 84 года, поэтому в знаке Тельца он бывает раз в 84 года. Второй – это Финская война. Там Ченитов минается, линия Маннергейма. Зимой вперед, сейчас мы этих вшивых финных раз-два расплевем, растопчем, как аккурат. линия Маннергейма Финна сопротивляется, упирается. Финские стрелки, снайперы. Выстоим перед этой линией Маннергейма они уже с огромной потерей. И только в следующий год нам удается прорвать ее. Мы тоже легко двинулись. Сейчас быстро, там не надо большой армии. Пришлось подтянуть танки, артиллерию и все прочее. Мы, конечно, финнов победили. Сценарий, заметьте, Россия усилился, сценарий изменился чуть-чуть, конец был другой. Все-таки мы не проиграли эту войну, но началось точно так же. Сейчас не похоже уран на восходящем возле. Мы сейчас украинцы, ребята, вперед нас сейчас флагом встретят, а тут та линия Маннергейма, которую мы до сих пор взять не можем, это Алдеев понесчастлив с Бахмана. Та же самая ситуация, опять нехватить со снабжением Хренова, расчетами, планами Хренова, в общем, все в порядке. Вопрос о том, что конец сценария может измениться из других фактов. Это первый параллель. Теперь этот же самый уран параллельно работает с Сатурном, потому что там еще Сатурн помогает. В истории России цикл уран-Сатурн действует очень сильно и очень регулярно. На них произошла революция и много чего. И вот когда такой аспект сходится, в России происходит большая треска. Первый раз начало этого цикла было в 1940 году. Они коснулись друг друга, разошлись, аспект разошелся, соединение. И мая 1941 года начался соединение урана-Сатурн. Я не буду рассказывать историю, могу сказать, что он разошелся только в сентябре. Мы немножко сделали передвижку и сумели в октябре-ноябре, в ноябре отпихнуть немцев от Москвы. Все хорошо. Дальше он опять сходится летом, мы лезем в Харьковское наступление. Харьковское наступление проваливается намертво, и немцы катятся за нами аж до Сталинграда. Когда дохотелись до Сталинграда, в октябре аспект распадается, вот там мы уперлись, удержались, аспект распался в 1943 году. Весной, осенью, в октябре он распался, начинается, в ноябре по-моему наступление под Сталинградом. Дальше на короткое время он опять возникает Курская дуга, после этого распался и все. После 1943 года дальше инициатива полностью переходит, хотя там время от времени были неприятности. Сейчас та же самая ситуация. Опять, правда не соединение Урана с Сатуром, а квадрат, но это оно не столь мощное, но достаточно сильное. И началось это дело, сначала это было, когда мы полезли под Киев, оно было еще раньше, еще в 21-м, обострилось, когда была, я бы сказал, неудача под Киевом, потом, будем говорить так мягко, с задержкой, добровольный шаг, вот, потом он разошелся, и вот он опять последний раз, самый последний раз сошелся вот сейчас. и тем самым астрологически, две астрологические ситуации, два цикла, обычно на самом деле большие события, они не на одном цикле, а на серии, их надо несколько учитывать, они сошлись и воспроизводят ситуацию одновременно и финскую, и сталинградскую. поэтому я считаю, что когда этот аспект распадется, это будет в декабре месяце, станет легче, а до декабря будет очень плохо. Докуда, за какой мажай нас загонят, не знаю, вот тут зависит от того, насколько мы успели поумнеть за эти 84 года после Финской войны. вот, если упрёмся, на самом деле сейчас в России достаточно средств, чтобы каким-то образом сопротивляться. Я поражаюсь этой, это не глупость, это инфантильность, умопредельная неразвитость. Знаете, вот этот ребёнок, который пытается скрыть, не понимая, что мать доберётся, рано или поздно всё равно залезет и увидит, что банк с вареньем пустая или разбитая. Они же понимают, они не могут понять, что когда, если будет поражение, то вылезет всё на поверхность. Поэтому они сейчас эти доклады такие благополучные и всё прочее, это желание, нежелание видеть правду, страх сказать правду. Вот. Ну вот это всё вылезет наружу в ближайшие месяцы и придётся чиститься, после всего маразма начинают подниматься те люди, которые действительно могут воевать. Они чаще всего, там наверняка есть талантливые люди, но они, скорее всего, не в части самого большого начальства генеральского. Потому что они чаще всего свои самостоятельные, независимые и выглядят ярким пятном на фоне. Жук-то сам поднялся своими успехами. Вот. Я думаю, что здесь будет та же самая ситуация, что придётся будет меняться в ближайшие месяцы, два месяца. Будет меняться много чего в кабинетах разных, по-тихому. У нас так боятся говорить вслух. Всё хочется, что вы говорите, как-то не обойдётся. Это трусливая инфантильность, недоразум. Ну, маленьких детей, которые играются в игрушки, они жить-то не могут, они не способны. всерьёз относиться к жизни, они не способны. Но вот всё это в ближайшие месяцы произойдёт. Вот я своё возмущение высказал. Произойдёт весной, зима будет неровная, но более спокойная. Будут короткие драки туда-сюда. Дальше... А мира там не видно случайно? Видно, видно, совсем видно, очень хорошо видно, но не скоро. Тяжёлый кризис для Украины начинается летом следующего года. Это, кстати сказать, мне подсказали мои украинские коллеги. Потому что нам-то друг другу врать не стоит, мы карту смотрим. Понимаете? Вот. Это там СМИ могут друг другу врать, а нам-то зачем друг друга обманывают? Вот. И дальше ситуации там и для Зеленского корейственная ситуация в это же время по его карте. А дальше ситуация такая, что, скорее всего, горячая фаза, она будет слабеть осенью, но полугорячая продлится чуть ли не до следующего, не до 2024 года. Дальше, дальше, видимо, там начинается худой мир. Потому что я думаю, что война перейдёт в такой, знаете, стычки короткие. Или партизанская война. Ну, скажем, террористическая всякая. Вот такого типа. И партизанская вот такой тихий терроризм. И будет продолжаться долго. Вроде до 25-26, наверное. Вот. Украина въезжает в очень тяжёлый кризис в конце 24-го, 25-го, начале 25-го. Тяжёлый кризис, действительно. А по-настоящему с Европой мы примиримся. Да, параллельно с этим, естественно, начинается распад Европы. Распад НАТО в первую очередь. Насколько будет распадаться Евросоюз, но Евросоюз может быть устоит, а НАТО, видимо, кончится году к 31-33. То есть это не тенденция ближайшего времени, потому что сейчас-то всё ровно наоборот происходит. НАТО консолидируется. А так так кажется. Она делает вечно консолидируется. Многие хотели бы бежать, вот. Просто так вот это некоторое... Понимаете, есть инерция социальная, которую невозможно сделать. НАТО существует, пока она сильна. Если НАТО не удастся выиграть эту войну, просто хотя бы перемирие, разделяющее Украину на части, там ещё один сценарий похожий. Вот. Такой уже был один раз. ровно 360 лет тому назад, когда Украина отделилась от Польши, 360 было в 2014, когда в обратную сторону Украина отделилась от России, поехала в другую сторону. Началась война. 12 лет воевали с поляками. Сначала в горячей фазе, потом короткие стычки на границе, а потом поняли, что из этого ничего не вывезли, сели за месту переговоров, разделили Украину на части, забыли украинцев пригласить, кстати сказать, на что эти были очень обижены. Я боюсь, что вот этот сценарий тоже может повториться примерно таким же образом. Но вот когда НАТО не удастся победить в этой войне, и выяснится, что НАТО как таковая организация бесполезна, она не выполняет своих задач, то тогда она начнет разваливаться со страшных сил. Потому что есть, сразу выяснится, для чего было НАТО делать. Тратить деньги свои, ничего, потому участвовать в этом. Вот как только начнет теряться доверие, организация не смогла выполнить свои задачи. если она не сможет этого сделать, она не сможет это сделать. Станет бессмысленность НАТО и вся нагрузка одновременно Америка должна где-то в середине 30-х, вот еще раз, даже если Россия не сумеет добиться своего, вот за его там, а кто-то продержится на том, что есть, это будет поражение. А это затянется, это затянется обязательно и в конце концов повтор, вот я не знаю какая война впереди еще, с кем будет воевать штаты, но штаты ввяжутся в очередную авантюру в 30-х годах, в 34-35-м. Это похоже, наверное, на противостояние с Китаем, скажем все. Возможно. И вот это будет концом штатов, не как государство, а концом экспансии штатов. А если еще начнет меняться финансовая система, она обязательно начнет меняться, потому что цикл финансовой системы соединения Сатурна с Плутоном, каждое соединение изменения финансовой структуры в мире. Вот она начнет меняться, все, как только доллар перестанет быть всемогущим, Америка начнет сворачиваться. Не сразу, она еще прочно стоит и будет стоять прочно еще где-то до 40-го, 41-го года. переживет в конце 30-го, начале 40-го большой кризис уйдет к себе, изоляционируется и будет заниматься своим делом, что и было до Первой мировой войны. Может быть, все их в свою экспансию направят на соседей, не знаю, но из Европы точно вползет, с базами совсем. Вот это такой сценарий я вижу. А Россия, ну вот мы сейчас будем сначала, так сказать, не разгребать свое дерьмо, а просто обнаруживать до 25-го. Там пойдет совсем полное обнаружение дерьма вот в 25-м и дальше, когда наружу полезет все, что там было. вот как при Хрущеве полезло все, так и в 25-м. Вот тогда где-то в это время мы начнем действительно расчищать свою страну. Только после 25-го. До этого будет тяжелый неприятный поворот. А вы этот поворотный момент, вы ему и давали три года, вот насколько я помню. Я повторяю то же самое. Это точка поворота Меркурия, три дня на повороте, при начале нового движения. Там масса показывает себя не отлечет. Вот, значит, ретроградный Меркурий 20 лет возвращения в прошлое. Весь путинский период, путинский период начался с перехода точно с точки поворота. Один месяц даже меньше полмесяца. В исторических периодах две недели это вообще одна секунда. То же самое будет сейчас. Я уверен, что нашему гаранту поправки не понадобятся. За которые так боролись, институция, за которые голосовали. То есть, я его не вижу как лидера после 1924 года. Другое дело, что ситуация может быть хитрее, что вот сейчас какое-то время, он уже сейчас практически видно, что он не то, что на всей силе, он мы ставим просто бессилен. Чиновнички по-прежнему живут так, как будто бы ничего не происходит. И нет университетов. Деньги из экономики по-прежнему изымаются. Деньги изымаются. Да, человеческий капитал из экономики это новое, кстати, это вот черта последнего времени тоже изымается в виде мобилизации люди из страны бегут. Мобилизация это тут необходимость тут просто деваться некогда. Но тут хоть сообразили айтишника поставили. Нет, но вот с вами не согласен Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. Они говорили, что можно было бы и наличствующим составом силовиков обойтись. Я думаю, что да. Я думаю, что я не говорю, что надо было мобилизации. Дело в том, что все это от того, что на самом деле не могут реально согласовать, просчитать, продумать. Обязательно в своей карьере чиновник достигает уровня некомпетентности. Вот его последняя должность это когда Принцеп Питера известный такой. Да, да. И закон Паркинсона или Принцеп Питера, да. Так вот, наши чиновники все достигли этого уровня. Они не могут рассчитать военных действий. Не способны. Это от беспомощности. От того, что снизу не могут организовать. Я думаю, возможно, что Кадыров и Пригожин правы. У меня нет такой достаточной информации, что там происходит на фронте реально. Понимаете? Но я думаю, наверное, можно было бы. Но для этого нужно было, чтобы вся система военная работала по-другому. А тогда нужно выгнать, так сказать, нужно искать тех, кто способен руководить. Нужно разгонять тех, кто не способен. А для этого нужно пройти через кризис. Потому что так чиновник будет просим сидеть на своем месте и держать двумя руками. Мы должны пройти действительно через серьезный кризис, чтобы начать большую чизнь. Вот. И потом в кризис. И в экономике благодаря санкциям. И в этом смысле, еще раз говорю, санкции, благо, есть такое понятие катарсис. Очищение через дорогу. Трансформация, перестройка системы ценностей, никогда не происходит против после выслушивания благородных проповедей хороших, так сказать, священников. Чемомистов, да, понятно. Вот. Не, живешь ты всегда свято, спокойно. По воскресеньям ходишь, слушаешь красивые проповеди, проповедник, и все право. Ты живешь, как живешь? Нет, очищение может произойти. Это известная вещь должна быть. Только после серьезного страдания. Должно пройти покаяние. Для этого нужно сначала правду обнаружить. Поэтому на самом деле у нас тяжелые годы впереди. Три тяжелых года. Когда я говорю о повороте, это не значит, что мы сидели в дерьме и сразу в рай. В 25-м заживем, да. Нет. В 25-м мы начнем действовать. Расчищать свое дерьмо. слово. А слово заживем. Вы знаете, тот, кто живет, тот всегда живет. Я считаю, что я живу. Значит, страна, да, но страна начнет приходить себя, осознавать себя, очищаться. То есть нужно пройти через самоосознание того, что происходит, или, как сказать, метанойя, покаяния, изменения мышления. А для этого нас должны сильно побить. Поэтому слава Байдену, благодарим его за возрождение России. Мы в свое время, был такой анекдот, что вот присвоили Николаю Первому орден Октябрьской революции за создание революционной ситуации в стране. Значит, я просто нужно Байдену быть орден России, героя России за возрождение, за, так сказать, создание условий для возрождения страны. А начи не пойдет. Это идея, что, понимаете, в чем дело? Вот интеллигент понимает, ну, скажем, просто человек умный понимает, что голова решает все. Когда Дворкович говорит, что не нужно нам разрабатывать электронику, мы все купим, это мыслить брюхо, это не голова. Человек мыслящий понимает одну простую вещь, что мыслить – это радость, что народ развивается, а страна, когда развивается интеллект, культура. Сидеть и ничего не делать, только покупать, это... Это идеология, как Пелевин говорил, ротожопов, если вы меня... это идеология брюха. У человека выше брюха ничего нет. Я понимаю, что там, возможно, еще я не смею предъявлять претензии, но мне кажется, что где-то как-то американские деньги с неба упали и попали в чьи-то карманы. Возможно. А с другой стороны, деньги в американской банке, дети учатся за границей, то есть должен же болеть в конце концов за своих детей. Так что здесь, в общем, все непонятно. Не всегда глупость, иногда может быть и поглость. То есть вот всех считаем дураками, но может быть среди дураков есть умные подлецы. И как в этом во всем жить, Михаил Борисович? Вот вы говорите, что я живу. Я живу. Это философский вопрос. Вы знаете, я могу ответить. Но это немногие люди способны. Люди с внутренним стержнем, с пониманием жизни, люди, которые объяснили себе сакральные смыслы бытия, а 99% наших с вами соотечественников мучаются. Они устали от этой ситуации, они изнервные, переломаны. То есть вот помните, что было до специальной военной операции, два года ковида. То есть нельзя сказать, что было весело и до этого. И война же, понимаете, такая вещь, которая, это перманентное состояние. Всегда в небо воюет землю. Добро со злом. Вот. Все-таки мне кажется, что это нецивилизованная часть, которая сейчас происходит. Вы же правильно сказали. Вот на примере, на исторических примерах, всегда стороны садятся. за стол переговоров. И мое желание эмоционально, возможно, оно наивное. Вот как бы опустить эту нецивилизованную часть, выводы уже можно сделать сегодня. То есть уже даже практически даже по фомовским опросам половина наших с вами соотечественников за переговоры с Украиной. Ну, переговоры Украины, по крайней мере, за переговоры с Россией. Тут ситуация очень простая. Я сначала у меня был тоже такой импульс сильного возмущения, когда началась война. Да, я хорошо помню, да, мы с вами общаемся. да, но буквально через два дня что-то и тогда пришел вдруг импульс внутри, голос неслився. Ты ничего не понимаешь. Ну, вот я остановился. Самое интересное, что мои коллеги младшие тоже эдентитивные говорят, что-то здесь не хочется нам лезть в эту ситуацию, оценивать ее, не судить. Я остановился, задумался, и через некоторое время стало приходить понимание, что мы имеем дело не с действием личности, а с космическим процессом. И вот тот-то я заткнулся, потому что я понял, что космический процесс надо понять, прежде чем говорить, понять, что происходит. Вот пытался понять, сейчас, кажется, понял, поэтому опять вот говорю у вас здесь. А по поводу как жить с этим, могу сказать, у меня такой опыт уже был. Вы молодой, вы родились и выросли в определенной атмосфере. А я выходил в жизни, в школу пошел в 56-м. это весна. Помните такое слово, которое придумал Редбург оттепель, Крущевская весна? Там было не все, ладно, были и расстрелы концлагерей, восстания в концлагерях и расстрелы, были подавления Новочеркасска, были масса студенческих волнений, посаженные в 56-м. Но все равно это было время огромного энтузиазма. Я помню, как сейчас, 56-й 32-й год, 6 лет большого подъема, тогда вот шестидесятниками их назвали, 6 лет большого подъема, большого энтузиазма. Заколебалась ситуация очень сильно, хотя смеялись на Крущева много, там с его кукурузой совсем. В 62-м году начался, вот, когда пошел приз с Америкой, немножечко затормозил, он еще энтузиазм-то массовый космос, наши успехи, в общем, это был потрясающий энтузиазм. И вот после этого 66-й год, 64-й снятие Хрущева, 66-й приход Брежнева, единоличной власти после съезда. И постепенно, как начинает медленно все сворачиваться. И уже в начале 70-х стало чувствовать все, что в стране дышать нечем. И у меня было единственное желание вот отсюда сбежать. И когда я предлагал руку и сердце своей будущей супруге, я как раз говорил о том, что мы отсюда уедем. Здесь жить невозможно нормальному человеку, здесь можно только умирать. Была такая шуточка, сейчас умом Россию не понять, то синхрофазотрон, то лапоть, у ней особенное стать, отсюда можно только драпать. А в 73-м году я встретился с другой точки зрения на мир. Я вдруг увидел, что мир значительно больше и шире, чем вся эта социальная жизнь и прочее. что в этом мире есть нечто иное. Вы знаете, я просто забыл про этот социальный. У меня сразу небо открылось, стало легко дышать, жизнь стала интересной, яркой. И вот дальше, чем дальше, тем больше, сначала просто открылось на уровне энтузиазма, а постепенно вместе с изучением астрологии начала расти вера. Понимание мировых законов, которые движут, как нам кажется, своеволием править или нет. Я стал понимать закономерности истории, и чем дальше, тем больше я убеждал, что человечество находится под очень сильным контролем. Взрослые смотрят за игрой детей, позволяют им гадить по мелочам, но я со своими детьми тоже так обращался, мы давали много свободных, пускай пальчик ошибет, еще прочее. У тебя помню, даже с внуком так у меня внук третий, я очень активный, всюду лез, невестка на него кричит, я говорю, что ты на него кричишь, я в гостях сижу, ну, палец идет в комфорт, пускай, она его оберегает, пускай сонет, но она меня послушалась, наконец, она, главное так, она на него кричит, он на нее, он плачет, потом опять лезет, ну, он сунул палец в комфорт, сам теперь он сон, но больше никогда не сонет. Мы понимали одно, что ребенок должен получить какое-то количество ушибов, может даже коленки разбить, ошибиться, и единственное надо смотреть, чтобы он на окно не встал, грубо говоря, беречь его от смертельной опасности, внимательно беречь, не подпускать близко, а так расшибется, ничего страшного, он должен получить, каждый должен получить свое ошибок, а теперь давайте подумаем, а что если небо мыслит точно-точно? Невозможно научиться, живя в вате, нужно получить свое количество ошибок, нужно разбить свое количество лбов, нужно пострадать, чтобы что-то понять, но смертельной опасности у меня все время дышит, я просто верю, это вера не умственная, это как всем своим нутром я ощущаю присутствие высшего начала здесь и в истории, близость его, и вот эта вера дает мне спокойную уверенность, можно жить, вот эта вера мне дает, Россия вместе со славянством станет лидерами будущего, поэтому Россию победить невозможно, временно накидать люлей можно, как было в Крымской войне, ну да, это было унизительно, это было противно, но при всем при том, все равно все вернули, так и будет это в дальнейшем, временно получить Паши может, но Россию победить невозможно, США пора уходить, значит США будет рано или поздно, США будет побеждена, Европа закругляется, она уже ушла из лидеров, значит совершенно четко это видно, когда теперь рассчитываем ритмы, по ритмам получается, что настоящий подъем России начнется где-то только в 28-м, 29-м и прочее, подъем экономический подъем политический, подъем интеллектуальный, культурный, научный, все что угодно, понимаете, я не думаю, что будущий лидер России будет потому, что будет самое сильное оружие, скорее всего нет, что отсюда, между прочим, выходят очень интересные идеи, вот идеи, которые выходили из России, мы не замечаем этого, мы недооценим свою роль, разрушили колониальную систему, очень сильно изменили устройство мира, очень сильно, очень сильно отменили отношения слабых вторичных государств первичных. Сейчас у Путина антиколониальная риторика, сейчас у нас помидоры с вами полетят за эту тему, оплевать. Но тем не менее, это так же, давайте признаем, просто он, так сказать, в своих целях использует эту тематику. Путин цитирует то Варова, то этого самого господи, Столыпина, то еще кого-то, у него хорошая команда, которая, миджмейкеров, которая подбирает ему цитаты из умных людей, но тот же вопрос о том, что Ишак, который везет на своей спине, имя, что книга не станет этой поумнее. Риторика, риторика, все политики стараются в этом смысле, миджмейкеры Путина хороши, Путин не стеет цитировать кого угодно, умеет быстро отреагировать словцом, ну и что, как политик, все равно я всегда считал, что он не чтоженец. Но несколько, так сказать, интуитивных шагов иногда его интуитивно выталкивает на что-то бессознательное, но чаще всего вот он создал свою систему, сейчас с ней с результатами столкнулся. Пускай летят помидоры, ради Бога. Я уже, так сказать, получил массу отрицательных отзывов, но я еще раз говорю, я говорю то, что думаю. Но вас слушают при этом, Михаил Борисович, последние просмотры, много сотен тысяч, люди хотят знать ваше мнение, да, конечно, не надо подстраиваться под почтенную публику, более того, я стеснялся, и не в этом ваше предназначение, да, как такого, ну, как сказать, не гуру, но такого. Я не берусь в гуру, я просто говорю то, что думаю. У меня есть учитель, которому я вот стараюсь следовать по мере своих сил, у меня есть мои старшие братья, которые меня учили, и все мы всегда говорили, сто лет, сто лет даже, сто двадцать лет, мы говорим о будущем России, что сегодня этот век, это золотой век России, что Россия должна пройти через страдания, должна пройти катарсис, так просто, вот мы говорили о катарсисе, должна пройти катарсис, очищение через страдания. Поэтому, если кто-то хочет легкой жизни, ради бога, я советую уезжать. Откровенно советую уезжать, потому что здесь будет трудно жить. Но тот, кто остается, может себе сказать простую вещь, да, сейчас очень трудно, нам придется бороться с большим количеством зла. Но мы работаем на будущее. И я вот, каждый может сказать, я делаю будущее. Каждый, кто говорит, стремится к правде, реально, кто не лжет, кто любит страну и хочет ей помочь, искренне, может сказать, я работаю на будущее. Одно условие, не лгать ни при каких условиях. Вор не лгать не может. Если человек может не лгать, значит, он работает на будущее России, чтобы он не делал. я почему улыбаюсь, Маргарита Симонова на Симоня выступила с пламенной речью о том, что надо прекращать лгать. В министерствах, в медиа, в СМИ, да, я вот до сих пор не понимаю, что это было такое. Я, будучи трезвым, она, будучи не выпившей, мы с ней совпали во мнении. Удивительные вещи начинают происходить. Знаете, есть люди очень разные, консерваторы и другие вот по типу, но бывает, что что-то искренне прорывается. Вот где-то здесь у меня была цитатка для интервью, я в свое время выбрал. Человек, который в частей неразумен, подобен животным, которые погибают. Очень интересно. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, он говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Значит, тот, кто лжет, тот служит сатане, пускай он хоть десять раз в церкви сидит. Анька, извини, не могу, у меня сейчас интервью. Вот. Поэтому первое, что мы хотим, если мы действительно хотим служить будущему, а будущее за Богом. Не надо думать, что Бог не изменит свои планы, нет силы, которая могла бы отвратить планы Бога, повернуть. Будущее за Богом, это моя вера. Вот я верую в это. И тот, кто хочет служить Богу, должен первое, что сделать, отказаться служить сатане. Откажаться служить сатане, значит, перестать лгать. Даже по мелочам. Даже не лгайте, его нет дома. Трубочку по телефону. Даже такую ложь, в любом случае, казалось бы, безобидной. Ни одного слова лжи. Не хочешь говорить ложь, молчи. Извините, я не буду отвечать вам на этот вопрос. Я не могу с вами говорить, я не хочу с вами говорить. Вот или просто молчи и все, уходи. Не лги, ни при каких условиях. Не лги, не лги, не лгать. Вот когда придет истина в эту страну, когда правда придет, суд правит. Вот не будет лжи, вернется правый суд. Ведь это же ужас, что там творится. Вот Исаию опять зачитать, я не помню, зачитывал я вам Исаию или нет. Тоже из этого. Одно из моих любимых мест. В Исаии, что он говорит? Когда вы приходите являться перед лицом моих, кто требует осва, чтобы вы топтали до дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение – это народительное для меня. Новомесячи и субботы – это праздники. Праздничных собраний не могу терпеть беззакония и празднования. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Оно бремя для меня, мне тяжело нести их. Это начало. Говорит, слушайте, слово Господне, князья Содомские, снимай с закона Бога нашего народ Гоморский, чему мне множество жертв ваших. Я там пропускаю. Вот. Омойтесь, да, и когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния, ваши от отчаянных, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнесенного, угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. И дальше, если захотите и послушайтесь, то будете вкушать зло, блага земли. Как сделалась блудница и верная столица, исполненная правосудие, правда обитала в ней, теперь убийцы. Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою, князья твои, законопреступники и собообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, делов давы, и не доходят до них. Посему говорит Господь, Господь Саввау в силе Израилев, «О, удовлетворю я себя над противниками моими, отмщу врагам моим и обращу на тебя руку мою и как в щелочи очищу из тебя примесь и отделю от тебя все свинцовые и опять буду поставлять тебя судьи, как прежде и советников, как в начале, тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная». Все он спасется правосудием и обратившиеся сыны его правдой всем же оступникам и грешникам погибель и оставившие Господа истребятся. Вот, правда, вот она откуда еще от Исаии, тогда еще все это было. Но когда я читаю про это, князья твои законопреступники и сообщники воров все они любят подарки и гоняются за мздою, что-то я знакомый слышал в этих словах. Мне кажется, что не про Иерусалим здесь идет речь, про древние. Вот. 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 Когда мы отучимся лгать, когда с нами будет, все небо будет с нами. Я вас уверен. И никакие Америки нам не помешают. Поэтому нам нужно только начать, только начать двигаться в этом управлении. Каббалисты говорят, что когда человек делает один шаг к Богу, Бог делает тысячу шагов навстречу. Нам нужно только сделать усилие, начать расчищать, дальше небо нам поможет. И я верую, вот моя вера, что мы пойдем путем Бога, что небо нас обязательно поведет. Идет и предохранит от самой страшной беды это уничтожение человечества. Хотя от мелких бед не предохранит. Нет. Как ребенка, который сует палец в комфорту, да, в голубой, в красивый голубой цветок. Пускай обожжился, пускай. Ничего страшного. Вы сегодня сказали много духоподъемных и вдохновляющих вещей. И вещей глубоко оптимистических. Сейчас то самое время, помните, как в поговорке, самая темная ночь перед рассветом. И никаких признаков того, что это будет действительно так, что Россия пойдет вперед. Вы знаете, это кажется. Это кажется. Можно, я простите, я вас перебью. Внешне, по форме, никаких признаков нет. Но, те, кто слышит голос энергии, те, кто чувствует энергию, говорят, что подъем уже пошел. Самые темные годы, я помню, для меня самые тяжелые годы были, но я не говорю там до того, как я познакомился с астрологией, для меня и для моих коллег, для друзей, с которыми мы вместе учимся и работаем, самые тяжелые годы, это были годы примерно с пятого года, по семнадцатый, двенадцать тяжелых лет. Было ощущение, что над стороной стоит не точно туча, а бетонная крыша. Что высокие энергии, голос Бога до земли не доходит. Это было, вот ощущение, очень тяжело было работать психологически, и молиться тяжелее было. И вот с семнадцатого года небо опять начинает открываться. Вот сейчас идут огромные энергии, прямо сейчас. Буквально разговаривал с несколькими очень подвинутыми людьми на эту тему. Идут огромные энергии, но одновременно увеличивается количество смертей. Потому что очень многие люди эту энергию не выдерживают. Обычно, когда идет подъем, те, кто могут выдержать энергию, подняться, использовать ее, идут на подъем. Но увеличивается количество инсулта, инфарктов, всевозможные, несчастные тлочи, травма и война. Война как массовое вот такое действует. А ну что же космический порядок идет? Такие войны – это космическое явление. Это не личная драка Зеленского с Путиным. Хотя много личных моментов в этом противостоянии присутствует. Безусловно. Конечно же, актеры играют на сцене, а сценарий расписан. Да, нам дают возможность поиграть в рамках определенных коридоров под свободу. Мы не являемся автоматами. Свобода есть. Но слишком далеко зайти не дадут. Идет земной сценарий. Сценарий рассчитаны на все человечество. Чтобы мои друзья украинские не обижались, я хочу сказать, что это не только Россия. И речь идет обо всем славянскому. Я говорю о России, потому что говорю о России. И то, что сейчас происходит, я прямо скажу, когда ты начинаешь смотреть, вот земной шаре, это жутко происходит, драка двух народных братьев. Поднимаешься выше, видишь, что на самом деле столкновение сложнее, что идет ситуация в истории Земли в целом. Скажем, вот две цивилизации сталкиваются. Идет смену. Поднимаешь еще выше, видишь неожиданную вещь. Идет очень большой шаг в истории человечества. Поворачивая человечество, таким образом. А поднимаешь еще выше, и видишь, что два народа, украинские и русские, взяли на себя миссию трансформировать цивилизацию. Это я, пожалуй, вынесу в заголовок, как к последней части нашего эфира, но я хотел сказать, что ваше предсказание о начале поворота в 2022 году тоже звучало как невероятно. Если бы 24 числа не началось, это СВО. Система РФ в том виде, как она сейчас, могла бы существовать еще очень долгое время. Только сейчас виден запас ее прочности. Да, при беспрецедентных санкциях, при конфискованных ЗВР, падающем ВВП, нарастающем недовольстве населения, она стоит. Но история и астрология, это удивительные вещи. Они почему-то решили, что не будет этих десятилетий. И все будет происходить гораздо быстрее. То есть вот эта связь с Небесным центром принятия решений, по-моему, вот как раз это ваше предсказание, вот мы как раз в явном виде это и наблюдаем. И я надеюсь, что то, о чем вы говорите и прогнозируете, ну действительно произойдет. Один человек, достаточно продвинутый, учившийся в Индии, он думал, что эта война была предсказана индийскими учителями еще давным. И он говорит так, что вот Украина и Россия взяли на себя миссию перестроить цивилизацию. Славянство. Что мы имеем в дело загадочные вещи. Не хочется, так сказать, об этом дальше говорить, потому что дальше очень глубокая философия нужна в Индию лезть. может быть, как-нибудь следующий раз поговорим о мистерии Махабхарат. С удовольствием поддержу эту тему. Впрочем, мы с вами наметили довольно-таки много материалов, по которым можно побеседовать. Друзья, а на сегодня все. Это был Михаил Левит. Будьте здоровы, берегите себя. Спасибо вам. До свидания. И веруйте в то, что свет победит обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok